МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Антенна 7 новости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрим выше! Кто помогает снегу таять быстрее? Штрафные расценки. У меня налички не было. Через карту я перевел на три разных счета. Часть сюда, часть сюда. И вот куда он мне сказал, на этот номер кинь столько-то, на этот сюда, а этот сюда. Сколько нужно заплатить, чтобы выйти в рейс? Мэйден Омск. У нас есть замечательная творческая мастерская, у нас есть аддитивное оборудование, 3D-печать, есть возможность подготовить макет с лазерным раскроем. Они получают нашу полную поддержку на всем этапе. Где в городе помогают продвигать стартапы? В Омске Мичку, недавно вернувшуюся с отдыха на Филиппинах, госпитализировали в инфекционную больницу. Сейчас ей проводят тесты на выявление коронавируса. Накануне на прием к врачу в БСМП-2 обратилась пациентка с жалобами на ОРВИ. Но после того, как выяснилось, что они с супругом недавно вернулись из-за границы, женщину изолировали от остальных посетителей поликлиники и на скорой помощи доставили в инфекционку. У Омички взяли пробы и оставили под наблюдением. Супруг пациентки также находится под наблюдением врачей. В Минздраве еще раз напоминают алгоритм действий. Прилетели, заболели, звонок в поликлинику, Роспотребнадзор или скорую. Самостоятельно идти на прием в больницу не стоит. А в соседнем с нашей областью Казахстане зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом. Врачи выявили его у двух граждан республики, прибывших из Германии. Они госпитализированы в Алмату. Сегодня об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана. Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. Днем 14 марта в Омске возможны мокрый снег и дождь, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Омской области призывает граждан соблюдать осторожность на улице при ухудшении погоды. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Не отпускайте детей на улицу, не оставляйте их без присмотра. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. При возникновении, происшествии или чрезвычайных ситуаций звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101. В Омске ранняя весна, значит нужно ходить аккуратнее и почаще смотреть наверх, на сосульки. Тем более сегодня, в пятницу 13-го. Чтобы таяние снега прошло благополучно, управляющие компании помогают процессу. Где-то своими силами, где-то при помощи промышленных альпинистов. Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет. Фраза из советской комедии целый день верстится на языках жителей 85-го дома по улице Маяковского. С самого утра на крыше их пятиэтажки орудуют промышленные альпинисты. Чистят наледь, сбивают сосульки. Простые дворники здесь не справятся. Кровля под уклоном, а значит нужно спецоборудование, страховки для безопасной работы. У нас и двух, и трехэтажные дома, и четырехэтажные, и пятиэтажные. Где мы имеем возможность, мы своими силами сбрасываем. Привлекаем также автовышку, с вышки сбрасываем. За 4-5 часов почистят одну крышу. На очереди соседи. С виду крыша на 87-м доме чистая. Но старшая Раиса Васильевна знает, где прячутся коварные сосульки. Маленько, наверное, с полмесяца назад по той стороне образовались сосульки. Наверное, больше таяния снега, потому что та сторона больше попадает. И вот сейчас там сосульки образовались. Но я заказала, думаю, управление машину. Должны прийти рукав, сделать, пообещали, ближайшие прям. Другой вопрос возник у Зои Гаязовны. Она тоже старшая по дому и тоже беспокоится за своих жильцов. У нас, в управляющей компании, два раза приезжали и два раза сосульки убирали. У нас были очень длинные, большие сосульки. Это у нас хорошо. Ну, сейчас снег будут убирать по краю. Но у меня волнует. Вот не убирают, у меня тротуар. Вот трактор. Мне надо, чтобы убрали тротуар. С трактором сложнее, поясняют в управляющей компании. Снег будут убирать из тех дворов, где есть риск подтопления. Так что пока надежда на дворников. Анна Рыбина, Сергей Пайхалов, Антенна 7. Во многих регионах России из-за теплой погоды раньше положенного времени начали просыпаться клещи. Специалисты рассказали о мерах профилактики и дали свои рекомендации. В Доме журналистов представитель Минздрава пояснила, что в марте начало апреля самое время поставить прививку. Поскольку интервал между первой и второй должен составлять две недели, и еще две должно пройти после. Специалисты напомнили, что клещи переносят как клещевой энцефалит, так и боролиоз, клещевой тиф и даже геморрагическую лихорадку. Список можно продолжать. К сожалению, прививка помогает только от тулеремии и энцефалита. Поэтому на природе важно соблюдать меры предосторожности. Одежда должна быть в первую очередь у человека. В носочке штаны должны быть заправлены. Клещи не прыгают, они заползают снизу вверх на человека. И желательно, рекомендуем всегда, чтобы одежда была светлая, чтобы можно было увидеть, например, клеща. Самоосмотры обязательные каждые 10-15 минут, особенно если это дети, животные очень часто у нас с прогулок приносят в дом клещей. Поэтому очень важно помнить именно о мерах неспецифической профилактики. Это номер один. По данным многолетних наблюдений, первые укусы клеща регистрируют в первую декаду апреля. Активность начинается при положительной температуре, как днем, так и ночью. В Омской области эндемичными районами по клещевому вирусному энцефалиту являются как Омск, так и все северные территории. Специалисты Роспотребнадзора просят в случае укуса не снимать клеща самостоятельно, а обращаться в медицинские учреждения, в том числе в круглосуточные травмпункты. Всегда есть риск на территории эндемичных районов посвящаться с клещом и от укуса, собственно говоря, приобрести заболевание. А равно как и на территории неэндемичных районов, где тоже кусают клещи. Поэтому, где бы вы ни находились на территории Омской области в природных очередях, нужно очень внимательно подходить к своей собственной безопасности. И снова о выбросах с завода СК. Напомню, проверка Росприрнадзора, прошедшая 4 марта, установила превышение предельно допустимой концентрации пропана. На сайте Генпрокуратуры приводятся цифры. Зафиксированы выбросы пропана в количестве 2,8 плюс-минус 0,8 умноженное на 10 в минус третьей степени грамм в секунду. При нормативе 0,001 грамма в секунду. Ряд изданий написали, что выбросы превысили допустимую величину в несколько тысяч раз. Однако, в пресс-службе завода пояснили, что выбросы пропана превышены в два с лишним раза, исходя из указанной формулы. А еще в двух цехах проверка зафиксировала незначительные, но не учтенные выбросы метана. На Омском Каучуке заметили, что источниками являлись вентиляционные системы насосных станций. Они оснащены при точно вытяжной вентиляции, куда возможно попадание веществ из окружающей среды. Результаты проверки мы попросили прокомментировать эколога. Эколога бить не стоит, потому что на самом деле вот те граммы, которые выбрасываются в час пропана, которые обнаружены в качестве превышения, они, конечно, никак не могли повлиять так сильно, чтобы мы даже их заметили носом или какими-то другими приборами. То есть с точки зрения влияния на ощущение наше, это, конечно, ничтожно малые величины. Да, нарушения, видимо, есть какие-то, а может быть и нет, потому что, как правило, предприятия после этих проверок подают в суд. И, как правило, их выигрывают, как было в прошлой осенью, когда у нефтезавода тоже были выявлены три источника. Потом оказалось, что они не выявлены, не тем мерили, не там измеряли. И, в общем, все это как-то смирилось. Я что хочу сказать по этому поводу, что вот эти цифры, которые иногда называются, они, может быть, людей пугают своими тысячными, десятитысячными, я уж не буду говорить о правде, о правильном переводе. Но в реальности, конечно, они зачастую, по крайней мере, ни одного из нормального исследования или наблюдения, проведенные природоохранными органами за последнее время, я не вижу, чтобы это было что-то катастрофически ужасное, кроме того, что это выглядит вот так. Хотелось бы все-таки получить после этих проверок реальное указание на то, кто же нас травит в городе Омске. Я допускаю, что это будет не один источник, что это будут десятки, а может быть, и тысячи источников. Но вот работы в этом направлении я, по крайней мере, никого не вижу. Сергей Кострев настаивает на комплексном обследовании города. Современные вычислительные возможности вузов позволяют составить математическую модель. Подобный анализ проводился в Омске 20 с лишним лет назад. С тех пор изменились как источники загрязнения воздуха, так и объемы их выбросов. Эколог полагает, что затраты на такие мероприятия может понести специальная экологическая программа в рамках нацпроекта. Сегодня наша съемочная группа вместе с перевозчиками отправилась на одну из штрафстоянок, куда привозят грузовые машины. На этой неделе мы уже рассказывали про водителей, которые написали коллективную жалобу на ГИБДД. Отреагировали ли сотрудники на претензию и сколько нужно заплатить, чтобы выйти в рейс, расскажет Ирина Сорокина. Забор из металла, камера над въездом и маленькая будка. Это штрафная стоянка на левом берегу. Через ограждение видно, как по территории катается эвакуатор. Сюда, по словам водителей, привозят автомобили. Причиной для эвакуации стали неисправности. Их находят во время осмотра машин сотрудники ДПС. Но каждый водитель перед рейсом проверяет свой автомобиль самостоятельно. У нас есть лом, к примеру, вставляем его в педаль тормоза, упираем его в сидение водительское и смотрим, уходит утечка воздуха, не уходит. Поломка может случиться и по дороге. Прошлой весной Виталий из-за утечки воздуха провел на стоянке три часа. И за это время лишился 9 тысяч рублей. Остановили на улице Кондратюка, инспекторы ДПС. Нашли неисправность, якобы там утечка воздуха. Залезли в кабину, сняли на телефон, вызвали эвакуатор. Через три минуты эвакуатор приехал. Ну и из Кондратюка до штрафстоянки километры ехать. Заплатил 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей завезли на стоянку. Самому ничего делать не разрешили. Надо, чтобы был какой-то там мастер, специалист. Машина у меня частная, я сам содержу ее. Никакого специалиста у меня нет. Мужчина рассказывает, что устранить поломку на месте не дали. Поэтому пришлось отправиться на стоянку. А там нужно заплатить за эвакуатор и за место. Первый час 300 рублей, а дальше цена падает до 100. Плюс запчасти. У меня налички не было. Через карту я перевел на три разных счета. Часть сюда, часть сюда. И вот, куда он мне сказал, вот на этот номер кинь столько-то, на этот сюда, это сюда. Вот этих 7 тысяч, я там не помню уже какими частями. Вот я это, на разные счета. То есть, выдал он мне квитанции. Я ему говорю, можно же оплатить после. Ну, в смысле, я могу выехать, сейчас машину забрать. А заплатить потом. Налички нету с собой. Тебе по телевизору много рассказывают. Ты верь больше сказкам. Плати сейчас, мы тебя не выпустим. Частники за эвакуатор в среднем берут от 4 до 6 тысяч рублей. Цена зависит от автомобиля. Но вызвать свою спецтехнику инспекторы не разрешают. Возят автомобили, не дают даже вызвать свой эвакуатор, или исправить на месте, или уехать к себе в организацию. Все это сделать. И, ну, невозможно. Никто ни с кем не разговаривает и навстречу не идет. Сколько стоит вот это? Эвакуатор стоит от 7 тысяч рублей эвакуировать грузовой автомобиль. А если машина большая, там, фура или еще что-то, это уже 15-20 и все остальное. Стоянка стоит от 1000 рублей в сутки и выше. Напомним, на выходных возле бывшей арены Омск 2500 человек подписали коллективную жалобу. Претензии у водителей вызвал технический осмотр сотрудниками ДПС прямо на дороге и без приборов. После чего перевозчики должны оплатить услуги эвакуатора и отправиться на штрафстоянку. Для водителей это потерянное время и деньги. После встречи Александр уже посетил отдел полиции. Брали объяснительную, в связи с чем это было мероприятие связано. Дал объяснительную, там все поняли. Повезли ее потом в начальник МВД. А 11-го числа меня вызывали в ОСБ уже. На данный момент пока ничего не изменяется. Все равно машины едут и едут. Встречу организовали с помощью социальных сетей. Но сегодня водители рассказывают, как обстоят дела на дороге. Заозерное, вот после перекрестка с Менделеева, работают по грузовикам экипаж, прям плотно. С техниотзором стоят. Проехал Нейбута, горбатый мост, вторая, восточная, никого. Объездная на левом берегу за континентом, не доезжая к коню, вон стал экипаж. В начале недели мы отправили официальный запрос в ГИБДД. Сегодня пришел ответ. Управлением МВД назначено проведение проверки, в ходе которой будут изучены и изложены в публикациях факты. По результатам проверки будут даны соответствующие комментарии. Ну а мы пока будем ждать итогов и следить за дальнейшими событиями. Ирина Сорокина и Андрей Кузьмин. Антенна 7. Огни ночного города завораживают о мечей. Но кто-то даже во тьме находит и фотографирует проблемные места. Этому и посвящено несколько постов в социальных сетях. Яркий свет фар, блеск влажной проезжей части. И свалка у дороги на улице Воровского. Вот такой снимок украшает стену паблика ЧП Омск. Вот недавно там проезжал. Там на улице баков 10 стоит. Через каждые 50 метров. И причем возле них чисто. Люди специально там бросают. Пишут подписчики. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть этот комментарий. Аварийному состоянию омских дорог посвящено сразу несколько постов в аварийном Омске. На этих снимках перекресток на Кемеровской и Красном пути. Ага, был там на днях. Не заметил, как рюхнулся. Мало приятного. И за это платим налоги. Возмущаются автомобилисты. И здесь же приводят еще один пример плохого состояния проезжей части. Улица Степанца, дублер Лукашевича. Полностью в воде. Хотя леневки там есть. Но они забиты. На Степанца новый асфальт уже растаял. По Масленникову летел он около 150. Не успел нормально затормозить. Пилот жив-здоров. Сообщает автор этого видео с авторегистратора. Запись размещена в паблике «Инцидент Омск». А вот последствия аварии уже появились в ЧП «Омск». На фотографиях видно, что водитель снес бетонные блоки ограждения. Дело было ночью. Охранник сказал, что водитель очень торопился куда-то. «Я здесь». Такой пост сделала, судя по всему, Омская весна. Фотографии появились в группе 100 необычных мест Омска и области. На снимках затопленная дорога у площади Бухольца, недалеко от Центрального ЗАГСа. «Омская Венеция» комментирует пост о МИЧИ. А другие задают вопросы. А как же рекордные объемы вывезенного снега в этом году? Видать, до этой улицы не успели добраться. Снег растаял. Мы успеваем добраться до самых интересных постов об Омске. Молодые Омичи продумывают идеи стартапов, знакомятся с возможностями технологического предпринимательства. Разрабатывают прототипы продуктов для федеральных компаний. Научный инкубатор технического университета «Точка кипения» сегодня начал бизнес-интенсив. Подробности расскажет мой коллега Никита Иванов. Данила Святослав вместе со своей командой работают над внедрением новых технологий в жизнь россиян. А конкретнее над дронами, которые смогли бы помочь спасателям, службам доставки и даже работникам служб ЖКХ. Участники претендуют на разработку целой беспилотной транспортной системы. Указывают на опыт международных компаний, которые уже используют небольшие летательные аппараты в своей работе. Проект на стадии разработки, но парни верят в его реализацию. Планируем еще все эти определенные децентрализованные сделать, чтобы получается максимальная безопасность, чтобы взлом был практически невозможен. Еще думаем, я пока что под вопросом, там ребята выдавали предложение парашюты, подушки, типа в случае падения дрона, что делать? Можно ли как-то сохранить, допустим, если мы посылку перевозим, то содержимое? Студенты отмечают, что те дроны, которые представлены на рынке сейчас, не особо надежны. Их легко сбить электромагнитной пушкой, взломать и подчинить себе. Поэтому и не только их проект так важен. Юных разработчиков поддерживает столичный предприниматель Дмитрий Машлыкин. Компания Дмитрия предоставляет музыкальным площадкам новейшее оборудование. По словам гостя, его бизнес вышел из студенческого бизнес-инкубатора. Молодой человек выступает экспертом на площадке и делится опытом со студентами. Очень лестно, что такие проекты проходят именно в стенах технологического вуза. Потому что мир растет, мир развивается, все в динамике. И наше развитие определяет тренды, тренды определяют технологии науки. Технологии определяют уже студенты технологических вузов, те, кто прямо этим занимается. Всего на площадке работают 10 команд и у каждой своя задача. На протяжении 8 дней с ребятами работают опытные спикеры. Александр Тегнебидин обладает патентами на изобретение в области приборостроения и автоматизации. Сегодня изобретатель рассказывает про важность прототипирования в разработке чего-либо. Каждый проект необходимо сначала проверить на макете, чтобы учесть все недостатки. По окончанию интенсива, то есть 17 марта, команды сами выберут победителей. О потенциале развития у победителей и возможностях превратить идею в работающий проект рассказала наставник Политехнической академии. Получат нашу полную поддержку на этапе реализации своего проекта. У нас есть замечательная творческая мастерская, у нас есть аддитивное оборудование, 3D-печать, есть возможность подготовить макет с лазерным раскроем. Они получают нашу полную поддержку на всем этапе. Мы готовим им прототип и с этим прототипом они могут обратиться уже к любым инвесторам, возможно, и защититься на каком-то инновационном конкурсе. Все участники инкубатора получат сертификаты. Никита Иванов и Юрий Дорошенко. Антенна 7. Волейболистки клуба ОМСИБГУОР будут сражаться за путевку в высшую Лигу А. Наша команда выиграла турнир в группе «Сибирь» и активно готовится к решающим поединкам. На тренировки команды побывал мой коллега Владимир Истомин. Техничный прием, позитивная передача на пасующего игрока, а дальше креатив. Главное в волейболе – это атака. В ней море нюансов. Все действия нарабатываются на тренировках. Первое место АМИ в групповом турнире – уже показатель прогресса. Наши волейболистки выиграли 23 матча из 24 в соревновании без аутсайдеров. Впереди финал. Поединки с пятью самыми сильными командами высшей Лиги «Б». По словам главного тренера АМИ Анны Плегуновой, пришло время ставить более высокие задачи. Обычно две команды выходят с первого, со второго места. Будем пробовать, потому что всегда хочется ставить все цели и выполнять их. Команды информация уже есть, то есть видео мы начинаем уже просматривать. Девчонки готовы. Все покажет, конечно, прокажет практикой. Кто будет лучше настроен, кто будет лучше подготовлен. Наши девушки настроены по-боевому и готовы сражаться и удивить. Основные соперники АМИ – это три команды из зоны «Центр». Спортсменки из Череповца, Самары и Тулы. Все три коллектива стремятся играть в темповой динамичный волейбол. У нашей команды есть свои козыри. Открытие сезона пасующий АМИ Софья Сенникова. Спортсменка отлично сыграла в групповом турнире. Быстрая, точная передача разыгрывающей – наш вариант ускорения игры. Волейболистки АМИ нарабатывают новые взаимодействия. И, по мнению Софьи Сенниковой, упорный творческий подход приносит свои плоды. Улучшаем именно чувства друг друга, чтобы мы больше понимали без слов друг друга. То есть больше наиграем какие-то разные комбинации, чтобы было больше вариантов. Наигрываются разные схемы. Акцент сделан на игру первым темпом. Так в волейболе называются атаки из центральной зоны с быстрых низких передач. Отличительная черта таких действий – скорость. Видна перспектива. Свои наработки оттачивали все игроки первого темпа. Ритм задавала самая опытная волейболистка нашей команды Лолита Саяпина. У нас больше сыгранность, чем, конечно, была в начале сезона. Поэтому, я думаю, опять же, основной акцент на этом будет, что все друг друга уже более-менее понимают, все знают, кто на что способен. И верят, допустим, в каждого, опять же, помогают стараться. Ну, в этом большие вопросы. Тема скоростных атак напрямую связана с игрой на блоке. Здесь два нюанса. Первый – опередить, обмануть, переиграть соперниц. Для этого и оттачиваются атаки первым темпом. Второй момент – выполнить свою задачу. Быстро читать игру и блокировать атаки соперниц. Еще один оптимистичный момент группового турнира – быстрый прогресс молодой блокирующей АМИ Екатерины Ульяненко. Спортсменка отлично сыграла в двух заключительных турах первого этапа. Сегодня в нашей команде сильная четверка блокирующих игроков. Есть возможность и совершенствовать свои лучшие качества, и уделить больше внимания разбору игры соперниц. Мы будем просматривать все игры, и уже будем изучать игроков, кто куда пасует. Соответственно, уже будем знать некоторые нюансы, куда идти на блок, и куда связка пасует в какой-то определенный момент. Это уже будет все изучаться, и все будем смотреть. Работа продолжится. До старта финала еще 10 дней. Новые фишки нашей команды увидим в игре. Впереди серия увлекательных поединков. В финале будет два тура. Первый пройдет в конце марта в Череповце. Второй с 13 по 19 апреля на нашем паркете. Владимир Истомин, Юрий Торошенко, Антенна 7. Встретимся в следующих выпусках новостей. А я желаю вам хороших выходных. Новости. Официальная группа ВКонтакте. Ты сильнее, когда проходишь диспансеризацию. Многие заболевания на ранних стадиях не имеют признаков. Своевременное обращение к врачу поможет сохранить здоровье. Позаботься о себе. Пройди диспансеризацию. Подробности на портале ЗОЖ-55. Где оно? Командир. Вы что там делаете? Линзу ищем. Не там ищите. Ищите на аптекару. 21 апреля. В Театре юного зрителя. Яркое, динамичное шоу японских барабанщиков. Сайл. Билеты в кассах города. Для зрителей старше 6 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...